А вот кто от собственного самолета бы точно не отказался, так это жители Иркутского района. А дело в том, что дорога в один из населенных пунктов настолько разбита, что даже водители маршруток отказались по ней ездить. Есть ли решение проблемы, расскажем в следующем материале. Ходить по камням в босоножках сложно, но если очень хочется домой, то вполне возможно. Главное привыкнуть. Именно этим сегодня занимаются жители микрорайона Елова в Иркутском районе. А все потому, что маршрутка туда теперь не ходит. Водители просто отказались ездить по разбитой дороге. Людей довозят только до поворота в микрорайон. На сегодня я уже ехала на маршрутке на 10.45, вышла, как всегда, и пешком. Ну где-то полчаса подниматься в гараже 900 метров горы. 900 метров по жаре и в облаках пыли удовольствие спорное. Чего скрывать? Даже ездить на машине здесь то еще и испытание. Особенно после дождей. Из-за высокого уровня грунтовых вод дорога то и дело превращается лишь в направление. И корректируют его местные жители исключительно за свой счет. Да, мы за свой счет ремонтируем ее после дождей. То есть у нас есть группа, мы собираем там с миру по нитке по 100 рублей с человека. И вот крайний раз в районе 13 тысяч мы затратили. Но это опять на неделю хватает. Сейчас опять нужно. То есть после каждых дождей скидываться. Но это еще что. Потому что вот эта дорога, по которой я сейчас иду, и которая вроде бы как из асфальта, на самом деле сделана тоже за счет местных жителей. Они просто устали от постоянной пыли, скинулись деньгами. Вот здесь 4 дома. И сделали какой-никакой асфальт. Хотя надеж тоже немного говорят, что в следующем году уплывет. И все это при том, что дорогу обязан ремонтировать муниципалитет. В данном случае администрация Иркутского района. Но даже государственного грейдера здесь не видели ни разу. Правда, как выяснилось сегодня, только пока. Обращение данного поступало. И мы сами это выявили. В настоящее время дано предписание на устранение дефектов дорожного полотна. По информации подрядчика, дефект будет устранен до конца недели. То есть с 23-го выйдут на спотрядная организация на устранение. И к концу недели работа будет закончена. Тем не менее, асфальта здесь не появится. Дорогу отсыпят, пройдутся грейдером и оставят гравийной. Но жителям Елового и этого вполне достаточно. Главное, чтобы маршрутка вернулась. А там и жизнь наладится. Евгений Шоев, Андрей Назаров. Новости по будням.